Доказал Гонард Эйлер, что любое четное совершенное число получается вот по этой самой формуле. 2 в степени n-1 умножить на 2 в степени n, которого обычно и не нужно. Итак, теоретка. Любое четное, ведь очень важно, если число нечетное, то наука ничего не знает. То есть, опять-таки, на компьютерах проверено очень до больших чисел, и всякие математические рассуждения могут доказать, что если есть нечетное совершенное число, то оно должно быть крайне странного вида. Но, тем не менее, неизвестно, есть ли они или нет. Ни одного неизвестно. Любое четное совершенное число имеет вид 2 в степени n-1 умножить. Мы с вами придумали числа некоторого вида. Оказывается, что других четных совершенных чисел просто-напросто нет. Что значит четное число? Как это записать формулы? Число делится на 2, да? Вот, но мне интересно не только, что оно делится на 2. Мне интересно еще на какие, там, на 2 в квадрате оно делится или на 2 в кубе. Ребята, давайте договоримся так. Любое четное число я могу написать в виде 2 в какой-то там степени умножить на нечетное число. Вот это нечетное число давайте обозначим в виде х, где х число нечетное. Давайте поймем, как выглядит уравнение, которое мы хотим написать. А очень просто оно выглядит. Мы должны сказать, что удвоенное вот это число, удвоенное число, это просто 2 в 7 нет, нужно есть. Должно равняться сумме всех делителей. Что же означает, что число является совершенным? Мы, когда удваиваем наше число, то получаем здесь сумму делителей числа 2 в 7 в n-1 умножить на х. А вот теперь смотрите, ребята, сумма делителей обладает таким замечательным способом. Когда вы складываете все делители вот этой степени двойки, 1, 2, 4 и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до 2 в степени n-1, и умножаете это на сумму делителей числа х, то вы как раз и получаете сумму вот этих делителей. Объясняю почему. Потому что каждый делитель разлагается на какую-то степень двойки и какую-то свою нечетную часть. Я уже рисовал вам картинку, помните вот эти решетки и делители? У нас там было одно направление вдоль двойки, вы помните, да? Так вот, про этот разговор. Значит, если я... Ну, давайте, сумму делителей я обозначу какой-нибудь буквой, да? Скажем, сигма, да? Будет так. Сумма делителей числа х, это будет такая вот сигма. То тогда мы получаем такое замечательное уравнение. Мы уже знаем, это будет 2 в степени n-1. Мы получаем замечательное уравнение. 2 в степени n умножить на х. Это 2 в степени n-1 умножить на сигма. Смотрите, что мы здесь знаем. Х – нечетное число. Сигма – это сумма делителей числа х. Наша цель – доказать, что х – это обязательно простое число. Подсказка такая. Когда у вас есть уравнение, и вот здесь вот написано нечетное число, а здесь написано степень числа 2, то не может быть, что... Когда вы разлагаете простые множители, то не могут вот эти вот двойки быть взяты отсюда. На самом деле, вот эти два числа взаимно простые. А это значит, что 2 в степени n – это делитель числа сигма. Число х у нас нечетное. И поэтому получается... Ну, давайте я напишу, скажем. Сигма – это есть 2 в степени n умножить на какое-то там другое число, например, на а. И подставим это уравнение. Получится 2 в степени n х – это есть 2 в степени n минус 1 умножить на 2 в степени n умножить на а. На 2 в степени n сокращаю. х – это есть 2 в степени n минус 1 умножить на а. Ребята, получается совершенно замечательная вещь. Х – это не какого-то там произвольного вида число, а число х делится на 2 в степени n минус 1. А сумма делителей у числа х – она вот такая. Давайте я эти две формулы просто-напросто выделю, и мы на них сейчас посмотрим, и, честное слово, все поймем. Значит, вот у нас есть две формулы. Сумма делителей числа х – это вот такая штука. А само число х – оно вот такое. Господа, а хотите, я у числа х укажу два делителя, которые, очевидно, в сумме дают вот это. Смотрите. Х на себя делится? Делится. Значит, вот такая штука точно есть. х на а делится? Делится. Значит, вот такая штука тоже есть. А теперь важнейшее соображение. А вот их сумма – это как раз и есть. Вот это число. Согласны? Значит, никаких других делителей вот этого числа нет. Я взял два конкретных делителя. Вот этот и этот. Их сумма оказалась равна сумме делителей. Значит, никаких других нет вообще. Слушайте, а на единицу наши числа их делятся? Делятся. Какое из этих чисел равно единице? А. Значит, мы доказали замечательную вещь. А – это число 1. И более того, никаких делителей, кроме единицы и 2 в степени n-1, у нашего числа нет. Значит, это число простое. Оно еще и простое, да. Я это еще раз объясню. Смотрите. Так, совершенно нечего. Вы помните или нет? Да. То, которое в два раза больше, чем сумма всех его делителей. В том числе и слышно. Отлично. Мы ищем число совершенное вот такого вида, где их нечетное число. Мы говорим, что удвоенное число – это вот это. Пока все понятно, да? Дальше у нас была такая важная вещь. Все делители вот этого числа имеют такой вид. 2 в нулевой степени фрегмента, 2 в 1-1 умножить на какой-нибудь нечетный делитель. И поэтому, когда мы имеем дело с суммой всех делителей, то она разлагается, как вот такая скобка, умноженная на сумму всех делителей числа x. Теперь поняли? И это сигма – это не все делители вот этого числа. Это все делители числа x. Как получить все делители этого числа? Надо взять любой умножитель отсюда и умножить на любой делитель числа x. Теперь понятно? Ну и дальше вот идем сюда, дальше идем вот сюда, наше уравнение так записывается, дальше вот говорим, что, ну там, про степени двойки, значит, сигма делится на 2 в степне, ну и так далее. Так. Уговорил? Число x, вот именно этому и равно. Потому что у нас получилось, что а равно единица. Иначе был бы еще один делитель. И в этом месте у нас было бы не разница. Понял? Уговорил?